Красногорский Зоркий в рамках чемпионата страны встретился с командой строителей Сыктывкара. Гости получили первый мяч в ворота на пятой минуте, но безответным он был недолго. Уже на десятой камячане отыгрались. В ходе первого тайма соперники еще раз обменялись голами и со счетом 2-2 ушли на перерыв. Надо больше забивать, потому что ворота тренировать больше не надо. Он отбивается, но надо просто выигрывать. Вылетать не хочется. Я понимаю, что мы третье место с конца. Надо выиграть все матчи свои, до матча хотя бы выиграть. Мы не вылетим. Про финансирование я не буду говорить, потому что у нас сейчас не очень хорошая команда. Но доиграть этот сезон, стабилизировать игру, подняться в таблице как можно выше и решить свои вопросы в финансовом плане. И на следующий год ставить задачи уже более высокие. В суровый морозный январский вечер команды поддерживал ободряющий голос трибун. Около ста болельщиков. На радость зрителям Зоркий и Строитель выбрали тактику игры на контратаках. У нас предыдущий матч был с командой «Водник». Он тяжелый был матч. Напряженный, потеряли очень много сил, много эмоций. Честно говоря, я думал, будет сегодня тяжело собираться. Но нет, оказалось совсем по-другому. Вышли настроенные на игру. Я видел, что ребята настроены серьезно. Вся развязка произошла в конце. Да, забили вроде 3-2, но Сыктывкар молодцы, что не успокаивались, а наращивали. И, конечно, вот эти два пеналя, которые мы заработали. Ну, что ж, это игра. Исход встречи решил пенальти, с которого Сыктывкарский Строитель забил последний и решающий в этой встрече гол. 3-4 Зоркий уступил. В турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом он занял 13-ю строчку. До выезда на игру с Иркутским Байкалом Энергии 6 февраля наша команда планирует активно готовиться и работать над ошибками. Продолжение следует...